Микс Ньюс Здравствуйте все-все-все, кто нас сегодня слушает. В эфире программа «Зелёная лампа» и программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. И ведут её сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина, наш звукорежиссёр Родион Золотарёв. И гость у нас сегодня интересный очень психолог и психотерапевт Екатерина Кадетова. И мы будем говорить о очень-очень важных и серьёзных вещах. Здравствуйте, Катя. Добрый день. А помогаем мы сегодня. Включается «Зелёная лампа» вместе с телефоном нашим, который обычно у нас всегда работает, 9306384. Это телефон помощи. Стоимость звонка евро 42 цента. И всю неделю наш телефон будет помогать собирать средства на лечение и реабилитацию детей, которые участвуют в очень важном социальном фотопроекте «Неудобные дети». Вы знаете, мы вам хотим рассказать про... Очень добрый, трогательный и полезный вот этот проект, выставка «Неудобные дети». В Национальной библиотеке, в Замке Света, на седьмом этаже, это детский этаж, детская библиотека. И как говорит руководитель этого детского сектора национальной библиотеки, почему седьмой? Он говорит, мы так думаем, что это как седьмое небо, поближе к небу. Это вот такое вот очень светлое, правильное место. И вот там выставлены фотографии. В принципе, мы очень рекомендуем, во-первых, просто сходить в библиотеку, взять детей. Это очень хорошее, красивое времяпровождение. И посмотреть эту выставку. И там портреты вот тех деток, которым мы помогаем. Вы можете увидеть там конкретных вот этих детей на этих фотографиях, с их очень красивыми, героическими мамами. Это проект благотворительного фонда Be Open. И при поддержке информационной нашей программы «Зеленая лампа» и телефон 9306384 помогает вот этим конкретным деткам на оплату лечения и реабилитации. И мы немножко, чуть позже еще расскажем подробнее про вот эти 15 семей, которые имели такую смелость огромную показать себя всему обществу. Что вообще действительно непросто очень. Чуть позже мы подробнее расскажем, а сейчас мы представим тоже подробнее нашу гостью. Екатерина Кадетова, Кать Кадетова, она тренер и консультант в методе «Позитивная транскультуральная психотерапия». Вот тоже про это поговорим, что это такое. А также психолог и психотерапевт. И она сертифицированный тренер-преподаватель Балтийской ассоциации психологов-консультантов. А также она занимается вопросами психотерапии с женщинами по репродуктивным вопросам. Бесплодие, перинатальные потери. То есть мы сегодня говорим о мамах. О мамах, которым трудно очень приходится в этой жизни. Вот эти мамы-героини нашей программы, эти мамы-героини этой выставки. И мы хотим Екатерину спросить тоже очень многие вещи конкретные о том, как лучше им помочь справляться со всякими своими проблемами. Ну и также это не случайно у нас человек, потому что Катя – мама троих детей. Да? Да. Да. Вот. Скажите, а вот профессия психолога-психотерапевта, она же особенная какая-то. Как приходят в эту профессию? Вот вы как пришли? Она, да, она, наверное, особенная в том смысле, что люди, которые работают, работают успешно, работают с душой, это правда особенно. Я пришла как-то… на самом деле это было такое… оно… это знание просто пришло ко мне. Оно пришло ко мне, что мне надо идти учиться на психологию, и я очень благодарна родителям за то, что меня не стали поправлять, не стали куда-то советовать идти в другую сторону, в другое направление учиться, мне позволили идти туда, куда я хотела. И, в общем-то, с первых лет обучения в институте в Риге у нас я поняла, что это моё, я очень хочу туда идти в профессию. И уже потом после института, когда я совершенно случайно узнала о том, что у нас проходит обучение метода позитивной психотерапии, я бегом побежала, скажем так, и я не прогадала абсолютно, потому что я из тех учеников, кто ещё при жизни застал нашего профессора, основателя метода, профессора Насрата Пизышкяна, и от него получила какую-то частичку знания, частичку, может быть, какой-то такой вот восточной мудрости в подходе вообще в общении с людьми, и особенно, и в частности с детьми. Там особые отношения и к детям тоже в этой культуре. И это очень передавалось на каких-то наших встречах, на обучениях, на конгрессах. А скажите, а можно вот так как-то структурировать темы, проблемы? С чем чаще всего приходят вот женщины, например, к вам? За какой помощью они обращаются? Ну, наверное, чаще всего это всё-таки про отношения и про отношения в семье, и, может быть, также с детьми, если есть какие-то такие сложности. Но, конечно, в основном женщины, они говорят больше про отношения. То есть отношения мужчина-женщина – это первое, в чём женщины, наверное, хотят разобраться, обращаясь к психологу, и отношения отца и детья, ну, матери и детья. Да, и отцы и дети ещё в ту сторону по отношению к свекровям, если так, да? То как бы это тоже такое достаточно частая проблема. То есть семейные взаимоотношения. И вот на протяжении всей истории нашей программы мы общаемся с мамами, которым, я не знаю, там, судьба, Бог, небо послало. Самое тяжёлое испытание – это болезнь ребёнка. Часто это неизлечимая болезнь, это такие тяжёлые, сложные диагнозы, с которыми приходится жить, и для каждой мамы это такой сложный путь какой-то личностной трансформации. И все они говорят, что у нас нет вот этой психологической помощи этим мамам. Они не знают, когда на них сваливается вот эта вот беда, да, для многих прямо в роддоме при рождении. Многим ставят диагноз чуть позже. И вот она остаётся один на один практически вот с этой страшной перспективой. И с незнанием, что будет, да, никакой психологической поддержки. Нет. Но, к сожалению, да, система не работает таким образом. Конечно, в этот момент уже должен работать психолог, психотерапевт, может быть, чтобы помочь осознать вообще и принять. Может быть, на самом деле было бы меньше отказов от таких деток, если бы была бы такая вот оказана своевременная психологическая помощь маме в том, чтобы просто осознать и принять этот факт, а не сразу отказываться. И потому что, конечно, это очень страшно. И закрыться, убежать от этого, конечно, проще. И это такой инстинкт самосохранения в каком-то смысле, может быть, даже срабатывает. Да, вы знаете, вот нас с Ритой очень часто спрашивают, как вы выдерживаете, да, то есть у вас каждую неделю вы погружаетесь в такую тяжёлую историю. И вот я от себя всегда отвечаю, что я не чувствую, что она тяжёлая. Я очень благодарна и очень рада, потому что я, ну как, учусь у них, я открываю столько нового, да. Это такие многогранные, удивительные личности, но это те сильные мамы, у которых оказалась какая-то семейная поддержка. Может быть, в силу какого-то своего личностного роста, да, они смогли как-то принять эту ситуацию. В общем, это абсолютные какие-то героини. А сколько мам, то есть мы с ними сталкиваемся, мамы, которые борются за своего ребёнка и пытаются как-то его лечить, развивать. И не бояться об этом говорить. В обществе, да, не бояться об этом говорить. Это чудесные личности, это чудесные. Вот я говорю, если давать кому орден трёх звёзд, да, вот специально. Да, я согласна, да, то это точно мама. Не знаю, медаль, мама-героиня, что-то такое, да. Это вот, это просто вот все эти женщины. А сколько есть женщин, о которых, которых, вот действительно, которые опустят руки. Да, которые сломались, это да. К сожалению. Вот у вас, как у психолога, психотерапевта, может быть, есть какие-то свои, я не знаю, как это сказать, ну, не советы, наверное, а какие-то волшебные ключики против выгорания. Вот что должна женщина в себе открыть этим ключиком, чтобы… Чтобы не выгорать. Да, чтобы не выгорать быстро хотя бы. На самом деле самое главное, наверное, и номер один – это помнить про себя. И всё-таки для себя, как бы это ни звучало эгоистично, может быть, быть номером один. То есть если… важно понимать, что это так же, как в самолёте. В самолёте. Да, маски вылетают, а первым надо одеть маску себе, потом ребёнку. Так же и в жизни. Если с мамой что-то случится, то её ребёнку, тем более с каким-то тяжёлым диагнозом, некому будет помочь, скорее всего. Поэтому важно, конечно, помнить про себя. Можно прямо составить себе такой волшебный списочек каких-то, может быть, занятий, хобби, каких-то дел ресурсных. Там, где есть ресурс для меня. Это может быть там и тёплая ванна, и вышивка для кого-то погулять на море. Можно всё что угодно. Чтение. Море разных вариантов. Причём вариантов, которые часто говорят, ну да, а у меня нет денег на это. Но как бы часто есть варианты, которые не требуют больших затрат финансовых. То есть как прогулки, как чтение, как какие-то, может быть, общение, может быть, с такими же мамами. Это тоже очень ресурсно и очень полезно. Очень, очень верно. Потому что именно вот в эту сторону многие… Вот у нас одна семья есть, мама с больным очень маленьким мальчиком, она вдруг начала вышивать, причём она иконы вышивает. Иконы вышивает, такие красивые. Вдруг у неё это открылось, да. А многие просто собираются действительно с такими же мамами и где-то посидеть, поговорить, там, обсудить какие-то. У них общие проблемы. И они все говорят, что да, у нас друзья поменялись. Ну да, круг общения поменялся. Да, круг общения поменялся. Практически целиком. Предыдущим друзьям уже, ну как, не так интересно, да. Ну да, это уже не тот уровень, да. Нет общего понимания. Это очень правильно. В психологии, в психотерапии есть такая форма работы, как группа поддержки. По сути, люди делают то же самое интуитивно. И это замечательно, что они собираются, потому что, когда нас много, то, конечно, многое легче пережить. Ты не один, да? Да, есть ощущение, что я не один, и есть тот, кому я могу рассказать, кто меня поймёт и не скажет, что я там сумасшедшая или схожу с ума. К сожалению, пока что у нас в обществе поддержку друг другу сами мамы и обеспечивают, потому что они действительно друг для друга, и как психолог, и как психотерапевт, они открыты по отношению друг к другу, потому что они говорят на одном языке. И юридические, какие-то социальные вопросы. То есть нет системного какого-то информирования. Какой-то маме социальный работник посоветовал, какая-то там на сайте что-то узнала, какой-то доктор посоветовал. Вот они друг другу передают. Это, конечно, такой мир, мы не знаем ничего о них. В общем-то, почему важна эта выставка, о которой мы говорим? Почему этот проект был придуман? Почему он важен? Мы же не часто видим вот этих вот деток на колясках или с какими-то там искривлёнными ножками, ручками. Чаще, скорее, даже не видим. Мы их не видим, да. И вот фотограф Арито Струде-Клявине, которая автор всех этих портретов, она была гостьей нашей программы. Она полтора года занималась этим проектом, находила эти семьи. Так это довольно случайно всё началось. А потом она уже целенаправленно искала этих мам. И они согласились показать себя, свою семью, своего ребёнка. Но на этой выставке абсолютно не увидишь на этих фотографиях ни инвалидных колясок, ни каких-то там несчастных совершенно людей, измученных, нет, наоборот. Они все такие счастливые. Они все в каких-то очень красивых интерьерах, а чаще всего где-то на природе, в цветах, в солнце, в солнечных лучах. В очень красивых платьях девочек. Обнимающих, да. Девочек, которой она на ногах не стоит. И этим они хотели показать и фотограф, и сами родители, что наши дети красивые. Они тоже красивые. Они тоже хотят общаться. Они тоже живут. Они все живут рядом с нами, фактически. Да, у них очень богатый внутренний мир бывает. Да, да, да. Это какие-то более тонкие, наверное, структуры. Очень многие и мамы, и медики говорят, что каким-то удивительным образом эти дети чувствуют какие-то такие вещи, которые мы должны... Да, они другие. То, что у них нет, может быть, каких-то социальных таких вот шаблонов, которые вкладывают в обществе. А меня знаете, что поразило? Много раз нам, вот мамы, мы 4,5 года работаем в программе «Зеленая лампа», и много раз мамы говорили, приходит очень, вот приходит мама с очень тяжело больным ребенком, и она говорит, главное, что мне дал этот ребенок – любовь. До этого я не умела любить. Мы сначала так думали, как... Да, глубокий уровень. Да, потом, когда начинаешь задумываться, она говорит, а теперь я поняла, любовь – понятие безусловное. Ты любишь этого ребенка, ты любишь его таким, каким он к тебе пришел. И телефон, напоминаем, 930-6384, в помощь работает вот этим деткам, 15 семьям, многие из которых очень нуждаются в дополнительной реабилитации. Да, пожалуйста, если вы сделаете звонок, вы будете знать, что это конкретно, помощь будет оказана этим детям. И сходите на выставку «Афонт Би Оупен» благотворительный. Он открыл еще счет помощи, и счет указан в статье на сайте Mix News LV в нашей рубрике «Зеленая лампа», и там можно посмотреть, как еще можно помочь конкретно. А Катя сегодня не с пустыми руками к нам пришла. Мы уже с самого начала хотели про это говорить, между прочим. У нее такая… Набор. Набор, да, набор открыточек очень интересных с притчами. Мы спросили, у вас есть любимая притча? Она сказала. Да, в тему как раз вот про тяжелые ситуации, про нездоровых деток, про тяжесть, которую несут их мамы. Есть замечательная притча, притча о кресте. Решил как-то один человек, что у него слишком тяжелая судьба. И обратился он к Господу Богу с просьбой. «Спаситель, мой крест слишком тяжел, и я не могу его нести. Не мог бы ты заменить мой крест на более легкий, как у других?» И сказал Бог, «Хорошо. Я приглашаю тебя в хранилище крестов. Выбери себе тот, который понравится». Пришел человек в хранилище и стал подбирать себе крест. Он примерял на себя все кресты, и все ему казались слишком тяжелыми. У самого выхода он заметил крест, который показался ему легче других, и сказал Господу, «Позволь мне взять этот». Бог ответил, «Так это ведь и есть твой крест собственный, который ты оставил в дверях, чтобы примерить остальные». И нам правда дается всегда ровно столько, сколько мы можем вынести, ни больше, ни меньше. И я верю в то, что там наверху всегда известно, что размер вот этого горя, может быть, этой проблемы, он всегда ровно такой, который этот человек, конкретно эта мама, эта семья могут вынести. И зачем-то же это… И зачем-то это надо, конечно. Это вот как вот про безусловную любовь. Любить здоровых детей, конечно, проще, чем ребенка, который не такой, который особенный. И это правда, ну это, наверное, даже какой-то дар, я бы сказала, у этих мам, которые умеют так любить, принимать, и тем более показывать это вот другим. Ну да, возможно, даже это вот какие-то очень сильные люди, как избранные для того, чтобы нести вот этот вот какой-то, как в этой притче, крепкий. И мы сейчас вот в очередной раз просто благодарим тех мам, которые не боятся говорить о своих проблемах, потому что это нужно очень всем. Мы не можем жить, закрывшись от всего, да, вот в своей скорлупе раковине и не слушать там. Вот где-то что-то происходит, а меня это не касается. Я там где-то отдам лучше деньги, да, в помощь кому-то, но не буду в сердце это впускать. Как вы, Катя, думаете про милосердие? И, к сожалению, да, и в обществе нашем не принято как-то включать в активную какую-то такую деятельность таких деток особенных, потому что это как-то неудобно для всех. И, конечно, большинству людей проще сделать вид, что я этого не вижу, правда, может быть, там, пожертвовать и пройти дальше. Но милосердие – это, наверное, то, милосердие, благотворительность за то, что помогает нам развиваться духовно и как-то подпитывает нашу духовную сферу, нашу душу. И в то же время, наверное, это, я считаю, что это очень важно делать, и чтобы наши дети это видели. То есть это как пример, да. Этому нельзя научить, нельзя сказать, что так важно или нужно делать. А тут важен именно пример, конечно, свой. Ну да, мы смотрели много раз, просто до слёз, благотворительный концерт какой-то там делали в помощь тоже детям. И приходят родители с малышами, совсем маленькими, и стоит ящичек для пожертвований, и этот малыш берёт сам эту денежку и туда опускает, а мама ему что-то на ушко там шепчет, рассказывает. То есть этот ребёнок будет расти, и вот у него это зерно, это уже посеяно, да. Кстати, в национальной библиотеке на седьмом этаже, где детский отдел, там очень красиво, там всё ковриками у Стелина, горки, гамаки, какие-то детские кресла, детские конструкторы. И вот эта выставка очень красиво оформлена, и там тоже стоит ящик для пожертвований, опечатанный, но прозрачный. И детки, которые приходят в библиотеку, они смотрят эту выставку, на каждой, к каждому портрету там есть история, два-три абзаца, которые рассказывают, что это за ребёнок, да, мама показывает, рассказывает, этот ребёнок тоже кладёт туда свою денежку, то есть это такой очень трогательный, хороший воспитательный момент. И мы напоминаем телефон 9306384, 9306384, евро 42 цента за звоночек, этот телефон всю неделю до следующего вторника будет работать в помощь вот этим деткам из фотопроекта, социального фотопроекта «Неудобные дети». Катя, вот мы знаем, что вы готовите сейчас тоже свой маленький проект, да, какую-то группу хотите начинать помощи, особенную группу, особенной помощи особенным женщинам. Расскажите, пожалуйста, про это. Да, это группа поддержки для родителей, которые потеряли деток, и потеряли деток, может быть, это потеря беременности, или же это потеря младенца, или это уже потеря воли взрослого. Или болезни, или несчастный случай. Да, любая потеря, потому что эта тема на самом деле была интересна мне очень давно, и я никак не могла к ней подступиться, потому что у меня был такой внутренне этический вопрос, могу ли я на самом деле, имею ли я право это делать, если у меня нет такого опыта. То есть вот придут эти люди и скажут, ну, а вы знаете, что это такое? А я же не могу соврать, естественно. У меня нет такого опыта. И правда, что наверху, видимо, есть какие-то свои законы, свои правила, и, к сожалению, у меня есть теперь такой опыт, и поэтому у меня, я считаю, что у меня есть право работать с такими родителями, с такими мамами. И я увидела на себе, что на самом деле в обществе нет поддержки. То есть одно дело, когда мама теряет ребёнка, который жил, может быть, болел и ушёл, и да, тогда это горе, потеря, всем понятно. Но когда мамы теряют детей или при рождении, или при беременности, то это в обществе, ну, как бы считается так, ну, как бы его же не было, ну, вроде, и всё. То есть что там вроде горевать? А на самом деле процесс горевания происходит, нету большой разницы, правда, это ребёнок был в утробе и не родился, или это был уже человек, с которым общались. И не хватает этой поддержки, нету понимания вообще в принципе, что со мной происходит, и как вообще жить дальше. И на самом деле, да, меняется круг в том смысле, что отпадают люди, для которых это неценно, которые думают, что ну, как бы, ну, что ты там, недельку поплакала, и всё, давай жить дальше будем. Но всё меняется. Реально жизнь меняется, меняется мировоззрение, меняется понимание жизни. Очень многие неважные вещи становятся очень видны, и ты понимаешь, что это такие мелочи, которые вообще не стоят внимания, есть более какие-то ценные, важные вещи. Ну, кстати, это смежная тема, потому что, например, мама, родители, которые ждут ребёнка, ребёнок долгожданный, да, они для него готовят уже всё. Вот уже там футбольный мяч, и ролики, и удочка. И папа вот планирует, что вот этот вот будет сын, с которым всё это будет осуществимо. И тут в роддоме, например, родовая травма, или ставят диагноз ДЦП, и понятно, что вот всё. Того ребёнка, которого они себе напланировали и намечтали, они потеряли, ему нет. Да, очень часто говорят, оставляйте его, и другого родите. Зачем вам такая проблема? Да, да, да. Вот просто. Вот мама плачет до сих пор, вот сколько лет проходит, а они со слезами вспоминают вот такие вещи. Такие вещи бывают. Да, это ужасно. Это ужасно. И, к сожалению, да, чем, видимо, моложе мама, чем такая более несформированная, может быть, личность в плане какой-то такой внутренней силы, тем легче врачи могут повлиять, правда, на то, чтобы она отказалась. Ну да, если, например, нет поддержки мужа рядом, если нет мамы, если есть мама, если есть муж рядом, человек, который готов поддержать, конечно же. Нет, такие тоже есть, очень много. Да, да, слава Богу. Но бывает же еще часто, что и мужья в этот момент уходят, да, предают. Очень часто. Очень часто муж не выдерживает. Он хочет, как сказать, новенького, правильного ребенка уже, вот здорового. Здорового, да. И он, да, подсознательно, он ищет другой вариант, другую женщину и другого ребенка. Мама остается. Да. Ну и в то же время, говорю, есть такие, которые просто героические, невероятные героические люди. И вот как раз к разговору недавно, буквально на днях слышала историю про то, что как раз-таки в роддоме от такого ребенка отказалась мама, а папа забрал и растит. И вот это вообще, мне кажется, еще такой больший героизм даже, потому что как-то мама вроде как мама, а папа, конечно, это больше сил, мне кажется. Вот у них надо для мужчины, чтобы этот путь проходить. Ну да, плюс у женщины все-таки материнский инстинкт, а у мужчины это от ответственности, больше от, ну как, от мозга. Чуть-чуть по-другому, да. Давайте еще какую-нибудь притчу прочтем. Да, наверное, про как раз-таки в тему про то, что мы говорили, что важно делать какие-то благотворительные дела. Пример, чтобы наши дети это видели. А есть такая замечательная притча, называется «В лавке у Бога». Однажды женщине приснился сон, что за прилавком магазина стоял Господь Бог. «Господи, это ты?» – воскликнула она с радостью. «Да, это я», – ответил Бог. «А что у тебя можно купить?» – спросила женщина. «У меня можно купить все», – прозвучал ответ. «В таком случае дай мне, пожалуйста, здоровье, счастье, любви, успеха и много денег». Бог улыбнулся и ушел в подсобное помещение за заказанным товаром. Через некоторое время он вернулся с маленькой бумажной коробочкой. «И это все?» – воскликнула уделенная и разочарованная женщина. «Да, это все», – ответил Бог и добавил. «Разве ты не знала, что в моем магазине продаются только семена?» Очень мудро, да. Да, мы тоже на самом деле в каком-то смысле для своих детей именно та лавка, что мы можем заложить только семена, но что из них вырастет не всегда в нашей власти. Вот как раз вопрос сразу к вам. Трое детей, да, такая юная мама, и все трое, каждый со своим характером, каждый со своими какими-то, не знаю, особенностями, такими личностными, да. Как, Катя, секреты какие-то есть? Вот психологу проще справляться с воспитанием? Наверное, ну, я для себя считаю, что мне, конечно, повезло. И в каком-то смысле, да, наверное, мне легче. Я как-то интуитивно взяла, видимо, вот этот вот подход наших восточных учителей. Их было несколько в процессе моего обучения. И они всегда… Во-первых, у них дети – это большая ценность. И это видно по их поведению, то, как они обращаются с детьми. И даже, когда я получала свой диплом, наш профессор был жив еще, это были последние, к сожалению, месяцы его жизни. Я получала диплом на седьмом месяце беременности, будучи беременной старшей дочерью. И вот это интересный такой восточный подход. И когда я к нему подошла, чтобы получить свой сертификат, свой диплом, он не спрашивал мне разрешения, он мне просто положил руки на живот. И вот какое-то мгновение он стоял как-то в взаимодействии с ребенком. То есть как бы маму как таковую, в общем-то, не спрашивали, можно прикоснуться, нельзя. То есть дети – это вот такой особенный какой-то такой мир. И они относятся к детям до пяти, до шести лет. Ребенок – это бог, его ему надо любить. Потом в школьные годы они говорят о том, что ребенок – это раб, потому что он попадает в систему, ему надо научиться каким-то правилам. И потом уже ближе к юности – это друг на равных. Поэтому на самом деле, наверное, самый мой большой секрет – это на самом деле любовь. Любовь какая-то вот такая безусловная, без каких-то ограничений. Максимум, что я ограничиваю, это, конечно, ну как бы вопросы безопасности чисто физической. И все. Все остальное можно попробовать, можно посмотреть, можно потрогать. То есть можно делать все. Конечно, на социум накладывают какие-то такие ограничения в плане того, что нельзя кричать там. Как бы я отношусь к этому, что в принципе ребенок может кричать. Но, ну да, не всегда, конечно, это приемлемо. Но в принципе вот именно такая безусловная любовь с какой-то такой вот свободой. Чем свободнее они сейчас, чем больше любви они получают, тем цельнее личность выходит. А потом они попадут во вторую стадию, да, где из них будут, система будет делать раба, так получается. Но получается, чем больше… Ну понятно, да, 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 понятно, конечно. Это воспитание трудолюбия, ответственность, уважение к правилам. Ну да, научение, да, к каким-то правилам. Но чем больше любви заложено, тем цельнее получается он. Если он цельный, то его уже нельзя поломать, сильно покалечить. То есть можно чуть-чуть как бы форму какую-то придать, но он цельный. Ну вот я сразу скажу, что я видела ваших дочек и малыша, и сыночка младшего, и они чудесные совершенно. Такие светлые дети просто на детских чтениях в Полярисе, да, приходили. Очень здорово. Вот опять же вернемся к этому нашему проекту, которому посвящена наша программа сегодняшняя «Неудобные дети». Вот там удивительная концентрация просто вот по энергии любви в каждой фотографии. Потому что вот это сама фотограф, она говорит, что это было просто удовольствие находиться во время съемки рядом, вот когда вот эта вот энергия между мамой и этим вот ребенком. То есть каждая фотография просто светится любовью. И мы должны поблагодарить наших радиослушателей, потому что конкретно вот три сюжета, три семьи, они были участниками нашего проекта «Зеленая лампа» в течение года. И мы были открыты индивидуальные проекты на каждого ребенка. И вы даже, если следили за нашей программой, вы узнаете этих детей. Девочка Анна из Гулбана, мы с вами собрали средства, и ей установлен подъемник, потому что она была заперта, не могла, ее только на руках мама должна была выносить, но она уже растет, это было очень тяжело. Установлен подъемник. Маленький Александр, ему было полтора годика, на тот момент, когда мы ему помогали из Улбраки, спео-костюм, который поддерживает позвоночник. Это такой мальчик с букетом диагнозов, и у него есть один диагноз, встречаются такие малыши один на десять тысяч. В общем, очень редкий, там тоже очень сложная история, совершенно героическая, красивая мама. И мама Инессы, у нее двое деток, очень сложных аутистов, с разницей небольшой возрасте, Рагнер и Катя, и мы тоже с вами помогли им собрать средства на реабилитацию, и там очень хорошие результаты, потому что мальчик встал реально на ножки. А девочка начала говорить. Девочка начала говорить. В результате занятий специальных, на которые у мамы не было денег, там государство оплачивает очень мало. И мама осталась одна с этими двумя детьми на руках. То есть какой там вышивать или... Ну да, развивать. И мы, в общем-то, каждую эту историю знаем изнутри. Мы ее как-то даже с любовью относимся и к этим детям, и к этим мамам. Эти три истории были уже в наших программах. А сейчас... Еще был один мальчик. Да, а сейчас телефон вот этот 9306384, 1 евро 42 цента, вот он подключен именно к проекту «Неудобные дети» на лечение вот тех детей, которые конкретно, вот можно посмотреть их портреты на этой выставке. Да, да. И да, еще скажем, что напомним, что эта выставка в Латвийской национальной библиотеке в Замке Света на седьмом этаже, и вход туда бесплатный, естественно. То есть вы приходите, поднимаетесь, и там красиво, очень светло, и действительно очень хорошая атмосфера. Ну да, а выставка проходит... До 31 марта. Да, идея руководителя благотворительного фонда «Be Open» Ингриды Шмидта, что вот нужно эту выставку обязательно красиво показать в Риге, чтобы люди узнали, и было сделано вот... Она проехала по всей Латвии. На днях буквально она вот была открыта, было очень красивое открытие. Пришли все семьи, мамы, эти детки на колясках с цветами. Это было очень-очень трогательно. Да, я думаю, что очень важно именно с детьми ходить, чтобы они видели, что и такие дети есть, и что это нормально. Не то, что они какие-то особенные, и к ним надо как-то не так относиться. Это очень важно. Катя, давайте еще про вашу вот эту группу, да, мы перешли на другую тему тогда, а просто закончим эту мысль, что вы сейчас скоро начнете, планируете начинать группу поддержки, да, вот мамам, которые попали в такие ситуации, тяжелые, потерявшим детей. Когда и как это будет, чтобы конкретно уже что-то сказать? Это группа, которая, я думаю, начнет свою работу в марте. Это закрытая группа, то есть сколько людей будет, закрытая атмосфера безопасности, где будут только мамы с такой проблемой, с потерей, с горем. И цель – это дать поддержку, дать понимание того, что я не одна, может быть, дать информацию про то, какие стадии проходят потери, горевания, чтобы было понимание, что будет происходить и как. И на самом деле научиться жить эту другую жизнь, потому что жизнь стала другой, в связи с потерей стала другой. Нельзя делать вид, что ничего не изменилось. Да, потому что оно, правда, оно случилось, и это уже случившийся факт, и это никогда не изменится, и жизнь никогда не вернется в тот момент такой, и не будет такой, какой она была. То есть цель – это именно дать поддержку и помочь адаптироваться к этой другой жизни. Вот я у вас на страничке нашла очень много интересной информации в социальных сетях, например, про тема «Путь к внутреннему балансу», тоже основанная на позитивной психотерапии. То есть здоров не тот, у кого нет проблем, а тот, кто знает, как правильно справиться с этими проблемами. Как это конкретно выражается? Это один из таких основных постулатов метода про то, что каждого клиента, неважно, с какой проблемой он приходит к нам, помимо того, что мы помогаем ему справиться с этой проблемой, решить её, но мы его научаем, как он это может делать сам потом в своей жизни. То есть это такой элемент самопомощи. И получается, у него есть механизм, как справляться с проблемами, и тогда уже в повседневной жизни он может помочь себе сам и, может быть, даже помочь своему окружению. Это такой основной был посыл профессора в том, чтобы улучшить качество жизни вообще в целом всех людей на Земле, в том, чтобы вот один приходит, научается, и потом несёт это дальше, и оно по цепочечке увеличивается, и всё большее количество людей научается справляться с проблемами. Путь к балансу. Баланс – это один из основных инструментов, если можно так сказать, в нашем методе. Он про то, что жизнь состоит из четырёх основных сфер, и, конечно, как и всё в природе, важно стремиться к балансу. И плюс-минус его возможно, но можно научиться его держать, этот баланс. Конечно, какие-то такие сложные ситуации, потери или рождение детей, заболевания, болезни – это, конечно, стресс, он всегда любого человека выбит из этого баланса, но можно научиться себя… Вернуть обратно. Да, вернуть обратно и поддерживать. Конечно, это не сразу, не за один день происходит, но это возможно. Главное – найти себя вот в этом всём, потому что куда-то вернёшься, где я, кто я. И ещё очень такая интересная информация о влиянии слов на человека. С одной стороны, там какие-то ругательства, грубости, мат, а с другой стороны, позитивные слова, добрые слова, какие-то слова любви. Вот у меня такой вопрос. Это на самом деле влияет на физиологическом уровне? Понятно, что это влияет на настроение, эмоционально, да, но на физиологическом точно это влияет, как вы считаете? Да, точно влияет, доказано научно, и тоже профессор наш изучал эту тему, и он изучал, делал исследования про то, что первично. Или возникает заболевание на физиологическом уровне, и человек начинает какие-то определённые фразы, слова говорить, и таким образом тело сигнализирует. Или же, да, всё-таки фразы. И выявили, что всё-таки именно слова и фразы первичны. То есть сначала мы начинаем что-то говорить, и потом тело, как такой исполнитель правильный, исполняет то, что мы произносим. А как это исследовали, интересно? Не знаю, прям вот самого механизма исследования, но оно было проведено на большом количестве людей, и доказано, да, что всё-таки слова, которые мы произносим, те фразы, они являются пусковым механизмом тех проблем на физиологическом уровне, которые у нас есть. То есть всё в наших руках? Да. Получается, да? В этом смысле, да, это очень, да, есть надежда хорошая на то, что всевозможное исцелить. Ну вот, а, например, о целебной силе молитвы давно же известно, да? Да, да, это же, да. То есть это действует на каком-то другом уровне? Да, чуть не на физическом, да, а на каком-то более высоком. Но мы будем надеяться, что мы сегодня что-то хорошее рассказали нашим радиослушателям. Да, посеяли семена, да. Да, и оно тоже должно как-то подействовать. Напоминаем, что наш телефон 9306384, Евро-42 центра «Зазвоночек» работает всю неделю до следующего вторника в помощь для сбора, средств на лечение и дополнительную реабилитацию детям из социального фотопроекта «Неудобные дети». Вот почему они неудобные дети, кстати, назван, тоже интересный момент, да? То есть эти дети, родители, услышав это название, сказали, да, это так и есть. То есть сначала фотограф она придумала, она боялась реакцию посмотреть, как там они расценят, не обидятся ли. Нет, не обидятся. То есть есть вот эти дети, которые неудобны в обществе. Лучше как бы не знать, наверное, об этом. Да, не видеть. Но они живут рядом с нами, они любимы, они тоже любят. Они действительно вот какой-то вот приносят эту любовь, придя в наш мир, приносят с собой любовь. И мы сегодня благодарим Екатерину Кадетову, с которой тоже говорили о любви. Вот эти главные слова прозвучали, что в семье главное всё делать с любовью. В семье и вообще в жизни, да? Правда? Да, да. Чем больше мы отдаём любви в окружающий мир, тем больше, соответственно, мы будем получать. Ну а так как, Катя, вы считаете, есть такая фраза «отпускай по водам». Сделал что-то, отпусти по водам. То есть сделал хорошее, не надо же ждать благодарности. Но в том-то и суть благотворительности и милосердия есть в том, чтобы именно не ждать. Потому что если ждёшь, то это уже не благотворительность, это уже какой-то расчёт. Что я здесь вот сделаю столько-то, а потом мне там где-то кто-то даст больше. Нет, так не бывает. Знаете, может быть, пусть из расчёта, пусть помогает. Мне кажется, всё хорошо. Только если для… Для благого дела. Да, для своей души что-то делаешь, то, конечно, не надо ждать, что мне это как-то воздастся за это. Ну, оно воздастся. Да, конечно. Так или иначе. Давайте закончим каким-то пожеланием, притчей. Я не знаю, что вы хотите сказать. У нас программа подошла к концу уже. Что-то очень важное. Да, про притчи, то есть такая замечательная притча о двух волках. Как-то давно старый индеец открыл своему внуку одну жизненную истину. В каждом человеке идёт борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло, зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. А другой волк представляет добро, мир, любовь, надежду, истину, доброту и верность. Маленький индеец задумался, а потом спросил, а какой волк в конце побеждает? Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил, всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. Так вот, наверное, самое ценное – это показать нашим детям, какого волка важнее кормить. Своим примером показать. Да, своим примером показать. Лучше всего, наверное, действует свой собственный пример, как ты поступаешь и что ты делаешь. В чем-то там очень-очень много слов. Конечно, да, потому что это впитывается как-то вот прям вот с молоком матери, что называется. Спасибо вам большое. Наша программа подошла к концу. Напоминаем ещё раз телефон 9306384, евро 42 цента за звоночек в помощь для сбора средств на реабилитацию деток из социального фотопроекта «Неудобные дети». Благодарим Катю Кадетову за интересный рассказ. Если вы хотите с ней как-то встретиться и поговорить лично, вы можете это сделать, потому что мы напишем всю информацию на страничке «Зелёной лампы», и у неё есть своя страничка в социальных сетях. Всего вам хорошего, хорошего дня, недели. До встречи в следующий вторник. Всего доброго. Продолжение следует...